Время. Так, записываем, включаем запись. Второй вопрос... Я ее сюда перенес. Камеру... Там она мешала и не очень удобно. Второй вопрос у нас, это разработка бизнес-плана, структура расходов и доходов. Так, мы уже сильно опаздывали. Что самое важное в том, когда вы рассчитываете бизнес-план? Самое важное понимать, сколько вы можете заработать денег в этом бизнес-план. Вместе, где вы планируете делать развлекательный центр. То есть, каков потенциал этого места? Скажем, если у вас население там 300 тысяч, сколько из них придет к вам? Сколько не придет? Какой будет средний человек? Если у вас посещаемость торгового центра, торгового развлекательного центра 500 тысяч человек в месяц, сколько из них придет к вам? Сколько они оставят? Это самый важный вопрос. Вопрос номер один. Это потенциал места. Как он считается? Естественно, абсолютно точного рецепта. Сказать, что если у вас город, где, скажем, на каждые 100 тысяч человек в городе, такое-то количество придет к вам такое-то количество раз. Те, кто так говорит, немножко, ну, мягко говоря, кривят душой, потому что вот такой гарантии не даст никто. Но есть некие средние показатели, которые выведены по, ну, грубо говоря, по индустрии. Если мы говорим о населении, населении какого-то района, города, то обычно в течение года вы можете заполучить в ближайшее окружение порядка 10% от... Ну, 10% может стать посетителями. От количества проживающих в районе или во всем городе? От, грубо говоря, зоны охвата. То есть тут надо понимать, что такое зона охвата. Если вы единственный в городе, то, конечно, зона охвата такая. Если вы... У вас, там, масса других конкурентов, то они начинают резать вашу зону охвата. Ну, вот. То есть, возьмем, ну, например... Сколько? Город с населением 500 тысяч. Ну, такой средний город. Не очень большой, не очень маленький. Соответственно, потенциал в... Я говорю о потенциале, не знаю, что они к вам придут или не придут. Это потенциал. Потенциал у него, умножаем на 10%, где-то 50 тысяч, не человек, посещений в год. То есть 50 тысяч посещений в год. Это максимум реперная точка. Ну, то есть, что она означает? Что потенциально к вам столько могут прийти. Могут прийти больше, могут меньше. Но вот, все равно, надо понимать, о каких суммах идет речь. Да, вот. О чем мы говорим? Вот в городе 500 тысяч населения, сколько придет? Миллион придет, 500 тысяч будет посещений, 5 тысяч посещений. Сколько в год мы можем собрать посещений? То есть будет равен, если 300 тысяч населения, то что же умножаем на 10%? Да, где-то 30 тысяч. Как правильный отчет, если получается, в количестве чеков? Есть разные параметры учета. В зависимости от того, как настроена система учета. Можно считать количеством чеков, можно считать количеством посетителей, если есть возможность учета, можно считать количеством, ну, у нас вот карт, сыгравших карт. Сыгравших игр, получается? Нет, когда мы говорим о сыгранных картах, мы за день берем количество проданных карт и прибавляем к нему количество ранее проданных карт, которые пришли в наш центр в этот день. Таким образом мы получаем количество карт сыгравших. Почему? Потому что человек же пришел, он может два раза, три раза подходить к кассе. Если вы будете считать чеками, это не объективно. Кто-то пришел, положил 100 рублей или 100 гривен и играет целый день, а кто-то по 50 рублей или по 50 гривен приходит пять раз к вам. Сколько посетителей было? Мы не знаем. Количество проданных карт условно за год. Ну, мы ежедневно считаем, потом сбиваем еженедельно, ежемесячно, ежегодно. Ну, то есть мы знаем, сколько у нас карт. Каждый день было продано карт и сыграло старых карт. Можно считать чеки, можно считать людей. Можно просто счетчик ставить, и он считает людей. Нам может все нравится считать карт. Если жетоны, то проще считать чеки. Но я потом покажу чуть позже взаимосвязь между чеками, картами и посетителями, какую вывели мы. Но она опять же средняя. То есть, почему, что значит эта сумма? То есть, если вы, например, ну, например, вот у нас город Киев, 3 миллиона жителей, да? И стоит развлекательный центр, ну, скажем, на Абалоне. Значит, есть еще штук 5 других развлекательных центров города. Нельзя считать, что она в Киеве 3 миллиона жителей, значит, 10% это 300 тысяч посещений в год. Так не работает, так не бывает. Почему? Потому что я понимаю, что те, кто живет на левом берегу, пойдут в центр, на левом, те, кто живут ближе к тому центру. То есть, я примерно прикидываю, что Абалонь и ближайшие районы, ну, там где-то, не знаю, как раз где-то около полумиллиона в этом вот Абалоне, в этих ближайших окрестностях. Значит, я где-то прикидываю, что нормальная посещаемость у меня будет около 50 тысяч в год. Достижимая. Какой еще второй вариант есть? Как можно посчитать, сколько будет людей? Многие из нас работают не в отдельно стоящем центре, не где-то, а, скажем, в торгово-развлекательном центре. Или в торговом центре. Там тоже своя математика. Есть, опять же, у любого торгово-развлекательного или торгового центра на входах стоят счетчики автоматические. Они считают входящих людей. Соответственно, если вы берете в аренду это, у этого торгово-развлекательного центра помещения, вы, когда ведете переговоры, говорите, а какая у вас посещаемость? И они вам, ну, они могут просто сказать, ну, лучше получить данные этих счетчиков. Ну, например, у нас есть объект, ну, возьмем уже тот же, вот мы сегодня в нем будем, чтобы было понятно, я сейчас покажу. У нас есть объект Dreamtown, Абалоне, Киеве. У него посещаемость где-то 1 миллион человек в месяц. Соответственно, сколько могут дойти до нас? А, ну, давайте просто, мы уже год начали считать. Значит, год у них, ну, разные есть подсчеты, где-то, вот, по-моему, 16, да, они 16 показывали. Потому что просто, почему я говорю, месяц 1 миллион, это средний месяц. Но, допустим, там, январь и, точнее, пиковые месяцы больше. У них где-то 16 миллионов до 20. Ну, я в вас не очень верю, там еще вторая очередь есть. 16 миллионов человек в год. Значит, сколько дойдет до нас? До нас, по статистике, в разных торговых центрах доходит от половины процентов самых неразвлекательных торговых, чисто торговых центров, до 3 процентов в совсем развлекательных центрах. В среднем мы считаем, это полтора процента. Соответственно, если мы говорим о там, 16 миллионах, умножить на, ну, возьмем полтора процента, то это где-то, ну, 24 тысячи человек. Более пессимистично получилось, чем первый вариант. Да. Какой вопрос. Может быть, мы, конечно, исходя из-за того, что у нас нет такого опыта, у нас получается 3 этажа, и на 3 этаж, у нас около там, 3,5 тысячи квадратных метров, мы наоборот хотим раскачать первый, второй этаж, где у нас, допустим, продукты и вещи, раскачать третьим этажом. Это не правильно, я суждение? Я вот как раз посещение... У нас это направление семейного развлекательства. Безусловно, на 3 этаж поможет первому и второму. Но особенность в чем? Чисто даже статистически, вы если взять статистически, вот вы представьте, к вам за год зашло 100 тысяч человек, например. Вот представьте, грубо говоря, Бруновское движение. Они зашли все в парадный вход, и как-то двигаются. А у них же время ограничено посещение. Ну, допустим, 2 часа. Или 3 часа. Вот они зашли, они подвигались по первому этажу. Некоторые из них попали на второй этаж. Некоторые из них попали на третий этаж. На третий однозначно попадет меньше, чем зашло в центр. Но такого не бывает, что все зашли, и все сразу пошли на третий этаж. Это первое. Второе. Ну, а если они не хотят идти в развлекательные центры? Ну, то что же мы? Нет, просто мы планируем рекламу, допустим, рекламу конкретно. То есть, торговых центров у нас в городе достаточно. А детских развлекательных центров у нас вообще нет ни одного. Но якорем хотят делать детскую. Ну, это как раз мы будем говорить о маркетинге. Он, безусловно, будет якорем. Но до него вряд ли дойдет намного больше 3%. То есть, тут надо понимать. Вот вы представьте, пришла семья, папа, мама, ребенок. Папа хочет посидеть, пиво купить. Мама хочет скупиться. А ребенка, кстати, не оставляют животного дома. А ребенка оставят в развлекательном центре. У вас счетчик покажет 3 вошедших человека. А будет 1 клиент в центре. Ну да, логично. Да? А пришли, пришла молодая пара. Их вообще не надо в развлекательный центр. Они по бутикам пришли. Вошло 2 человека. А в развлекательный центр они не пошли. Поэтому, и потом опять же, у вас же на третьем, это же не только развлечения. У вас может быть кафе, ресторан. Спорт-бар. Вот, спорт-бар. Они тоже не попадут все в развлекательный центр. У вас до развлекательного центра если 3% дойдет, это будет бомба. Вот. Вот, собственно говоря, как оно где-то считается. То есть, вы всегда можете прикинуть, исходя из вашего района, исходя из вашего... Но опять же, это потенциал. Что это значит? Это значит, я вам скажу, вот в Дримтауне у нас, например, посещаемость там, ну где-то 56... 68 тысяч человек в год. То есть, видите, мы где-то... Это у вас именно сюрприз. Да. Ярослав, там, скорее всего, 240 тысяч. А, 24. Что? Не так посчитал? Да, да. 16. Более позитивно. Множить на... Да. А, 240 годовых. Перепод. Изумейся. Нет, это за год количество. Да, да, это за год. 240 тысяч человек. Ну, тут опять же, это более оптимистично, но, учитывая, что Дримтаун достаточно большой объект, я бы сказал, что в Дримтауне надо брать не полтора процента, а как раз 0,5. А это тогда будет 240 делим на... Вот 80. А, вот видите. У меня... Приморожаемся. Да, приближаемся. Тут 50, тут 80, а у нас реально сейчас 68. То есть, видите, мы попали где-то в точку. У нас там как раз центр вот такого формата медиум-максимума. Мы скорее ближе к максимуму. То есть, цифры похожи. Но при этом, когда у нас там стоял минимум формата, цифры были там на уровне 10 тысяч человек. Почему? Потому что наш формат не добирал до потенциала площадки. То есть, у площадки потенциал ну, от 50 до 100 тысяч. А наш формат не вбирал весь потенциал. А как вы узнали, что он не вбирал этот потенциал, что нужно расширять? То есть, что это... Во-первых, мы поставили маленький центр на пробу, пойдет, не пойдет, посмотреть, какие цифры. Во-вторых, скажу честно, я в 2010 году этого не знал. Вот. Это информация абсолютно свежая там, конца 2011-го, начала 2012-го. Здесь... Ну, вот, принцип расчета потенциала площадки. Почему? Потому что... Вообще, этого вы нигде не прочитаете, не узнаете. Это чисто практические наработки мои и наших американских коллег, вот, которые я узнал в ноябре 2011-го года. То есть, эта информация нигде не напечатана, нигде не опубликована. Ну, то есть, исходя из этого, вы сначала поставили маленький сюрприз, да, на маленький площадку, увидели, что дело пошло, как бы, и вы сделали скопанный шаг. В 2010-м мы сделали так. Но сейчас бы я посчитал вот так и сказал бы себе, что так, вот это потенциал площадки. Я бы где-то бил, ну, на 50 тысяч посетителей. Ну, для начала. Это как раз вот в третьем, в третьем вопросе я буду рассказывать вот риски, то есть, а что если расширится, а что если уменьшится, как это сделать. Вот. По рискам. Теперь, следующий вопрос. Вот мы поняли, сколько потенциально может быть посетителей. Ну, скажем, на этой площадке может быть от 50, там, до 80, может даже до 100 тысяч посетителей. Вопрос теперь, а сколько они нам денег принесут? Потому что там интересно, да? Сколько тут можно заработать? Скажу так, многие говорят, у нас другая страна, у нас другой город, у нас низкие доходы, у нас высокие доходы, у нас вот то, у нас это. В нашем бизнесе, в наших форматах, когда мы рассчитываем на средний, чуть плюс-минус уровень доходов населения, что такое средний уровень доходов, это, скажем, там, 400 плюс-минус 100 долларов. То есть, мы не говорим о людях, которые зарабатывают 1000 долларов. Наши посетители, это люди, зарабатывающие 400 плюс-минус 100 долларов, да? От 300 до 500 долларов зарплаты. Эти люди могут позволить себе потратить за одно посещение порядка 10-20 долларов. За одно посещение, да? Да. На одного человека? Сейчас вот. 10-20 долларов на карту. Что такое 10-20 долларов на карту? Мы не знаем, сколько там будет человек. Там может один потратить 10, а могут два потратить 20, а могут три потратить 30, а может один потратить 5. Но в среднем, знаете, есть хорошая шутка. Какая у вас температура по больнице? 37. Как 37? У вас же там больница должна быть повышенная. Очень просто. Кто-то в морге складным трупом лежит при нулевой температуре, а кто-то в реанимации с температурой 40. Но в среднем температура по больнице 37. Да, все в принципе нормально. Вот так же и здесь. Что такое средний взнос на карту? Конечно, кто-то положит 2 доллара, кто-то 3. Кто-то вообще придет, купит карточку, там, с какой-то ерундой и уйдет. Или кто-то придет по маркетинговой акции и получит карточку бесплатно с 2 долларами на счету. Ну, бываю, празднуем маркетинговой. Проиграет и 2 доллара и уйдет. Посещение засчитается, а он ничего не потратил. А кто-то 50 долларов потратил. У нас есть клиенты, которые иногда за посещение 200 долларов тратят. Но это исключение. В среднем 10-20 долларов на карту. Мы из этого исходим или это полнопрактика? Это практика, причем, чтобы было понятно, это практика России, Украины, Казахстана, Америки, Китая, Великобритания. Формата меди или медиум? Это вот да, медиум или максимум. Вот где-то это вот. С уменьшением формата средний взнос на карту падает, с увеличением увеличивается. То есть это как раз вот... Да. У меня вопрос такой. Скажите, у нас в программе будет именно по вот этим карточкам предложение или рассказывать будет? это во второй, я не помню, или во второй день как раз мы будем карточки и системы разбирать. Вы говорите о посещении на карту с учетом аттракционов? У нас вот, например, не все аттракционы запитаны на систему Солярис. Мы с учетом среднего чека по ресторану? Мы берем именно взносы на карту. То есть кафе здесь не учитывается и на самом деле аттракционы у нас все через карты. Так, тогда. Еще что, когда считаем чеки, сколько получается чек? По нашей статистике в разных местах чеки относятся к этому по-разному. обычно чеки начиная от 3 до 10 долларов. Чек. То есть, грубо говоря, средний чек меньше, чем игра на карту. Чем это объясняется? Тем, что люди несколько раз подходят к кассе в процессе игрового дня. Если говорить о количестве посещений, именно посещений. Кстати, когда я говорю здесь посещений, мы чаще всего под посещением тоже понимаем карту. Вот. Когда мы говорим посещений. Тут на самом деле мы пробовали выводить связи. сколько человек играет по одной карте. Один человек, два человека, три. В свое время мы брали, что по одной карте примерно играет два человека. Но, как показала практика, это абсолютно пальцем в небо. Взаимосвязи строгой нет. Вот просто нет. Выводить можно, но для каждого центра это сугубо индивидуально. Вот. Поэтому мы как раз считаем средними взносами на карту и считаем вот такие вот чеки. Соответственно, если мы предполагаем, что у нас посещаемость будет 50 тысяч человек, то мы можем взять там по минимуму и сказать, что это будет 500 тысяч долларов в год валовая выручка. Ну, вот взяли вот этот пессимистичный прогноз и говорит, что в этом объекте валовая выручка будет начинаться от 500 тысяч долларов в год. Да? И до скольки? Ну, наверное, до миллиона. Ну, вот если по максимуму раскачать, где-то вот там, ну, не 20, но где-то до миллиона. То есть 500 тысяч тире миллион в год мы можем получать с этого объекта. Соответственно, если мы вспомним табличку, которая говорит о форматах развлекательных центров и он вести инвестициях, мы понимаем, что делать здесь мэд, мегаформат или даже макроформат не целесообразно. Потому что макроформаты начинаются от полутора тысяч, от трех, да, от полутора тысяч метров. и инвестиции метр квадратный там начинаются от тысячи долларов. Соответственно, макроформат требует инвестиций уже от полутора миллионов долларов. А мы же понимаем, если мы выручку получим, полмиллиона, миллион, а там же еще расходы будут. Вот, да. Я смеюсь. Вот, допустим, имеет ли учитывать область? У нас есть город, у нас есть область, допустим, численность полутора. Близлежащие. Близлежащие. Смотрите, очень важно понимать, сколько людей вы сможете с области приводить в свой центр регулярно. Что такое регулярно? Ну, хотя бы раз в 10 годов. Вот, если из области к вам в центр в 10 раз в год есть возможность людям есть, то можно считать. Если нет возможности, то лучше не считать. А как правильно вы считаете? Медиктор. Вообще лучше считать правильно. Из численности. Да. Вот это как раз третий вопрос по рискам. Я буду рассказывать вот именно а что если? Вот, мы что-то начали. То есть мы же вообще не можем выкинуть неоднозначно приедем. Конечно. Да. Потенциал места понятно, как рассчитывать. А потенциал формата. Ну вот, давайте это сейчас. Или формат идет от места. Конечно, формат подбираем от места. Да, потенциал формата, то есть средний показатель. То есть формат микро, столько ты денег принесешь? Сейчас, сейчас, это просто следующий вопрос, вы немножко забегаете вперед. Итак, мы видим, что в этом месте мы можем заработать от полумиллиона долларов до миллиона валовой выручки в год. Вопрос, сколько надо, какой формат выбрать? Вот какой формат выбрать, чтобы заработать? Ну, первое, если у вас ограниченный бюджет, то выбирайте формат по бюджету. Ну, грубо говоря, что там считать, если у вас бюджет 300 тысяч долларов, то все равно вы больше 300 тысяч долларов не вложите. И выбирать мега формат или что, смысла нет, потому что там надо вкладывать 1000 долларов в метр квадратный, а, ну, столько просто нету. Второе, если у вас уже есть готов, ну, определенная площадь, ну, 1000 метров, то плясать надо от площади. Надо думать, как эту площадь заполнить на 1000 метров. И третье, самое важное, есть одно правило, которое, опять же, вы нигде, кроме как у нас, не услышите и не прочитаете, развлекательный центр, хорошо сделанный развлекательный центр в среднем в год приносит столько денег, сколько вы с него вложили. В год? Да, в год. Выручки, выручки, я говорю, вау, то есть, если вы вложили 100 тысяч, за год вы заработаете 100 тысяч. Если вы вложили миллион, да, мы говорим о вальсе, при расходе. Потом я расскажу о расходах, но сейчас мы говорим только о доходах, как, соответственно, прибыль, это будут доходы минус расходы. Это очень, очень важная цифра, потому что она не теоретическая. Вот если вы меня спросите почему, не знаю. Вот так работает. Причем, знаете, что она смешно? И начиная от минимума формата работает и до, ну практически, ну вот мы это не считаем, но вот практически все форматы работают по этой модели. Ну тогда по этой модели получается, что за два года бизнеса на второй год было. Почему? Я только не говорю. До половины. Да, а расходы еще не появляются. Он знает, что у тебя хороший рентгарь процентов. Это значит, что он приносит по кассе. Он приносит в год столько, сколько в него вложили. дверь сделана связанная вещь. Конечно. Ну все очень просто. Вот вы вложили миллион, поработали три месяца. значит у вас где-то плюс-минус 300 тысяч долларов должно быть валовый год. Ну это из разряда фантастики. Да. В Украине сто процентов, но не получится за год. Но не получится. Покажите один на дверьме. Сегодня вечером мы поедем туда. В Дримтауне? Дрим, Блокбаста. Терзают смутные сомнения. Я вам покажу. Хорошо. Мы ничего не скрываем. Хорошо. Вот. На самом деле практически везде так. И в России, и в Украине. Все наши объекты и не наши объекты наших клиентов, которые сделали неправильно, так работают. То есть валовая выручка равна... Нет. Она может быть не равна. В двух случаях. Основным. Если вы вложили больше, чем надо, или вы вложили меньше, чем надо. То есть, что это значит? Если вы вложили 500 долларов в метр квадратный, то может быть хуже. или вы вложили... Надо было вложить тысячу долларов, а вы вложили 5000 метров в квадратный. Тоже может быть хуже. Но даже тогда чаще всего при правильном выборе места вот так работает. Практически все наши объекты с погрешностью в 10-15% приносят валовые выручки в год столько, сколько мы денег туда вложили. Вот. Это первое правило. Если у вас лучше, чем это, значит, у вас шикарный центр, держитесь за него всеми силами. Если у вас цифры меньше, чем вложено, значит, надо думать, что делать. Что делать, будем говорить в третьем пункте. Теперь, о доходах мы поняли, о потенциале объекта мы поняли. Вопрос третий. А о расходах? Ну вот, с доходами все понятно. Вопрос расходов. Соответственно, если мы говорим, что у нас потенциал 500 тысяч тысяча, вопрос, какую площадь я должен взять? Вот в этом данном объекте сколько я должен взять площади? Неизвестно. Еще раз вопрос задает. У нас потенциал объекта от 500 тысяч долларов до 100 тысяч долларов. Поделить на наложение? Да. Надо поделить на сколько? Тысячу, полторы тысячи долларов в метр квадратный. Соответственно, по уму я должен взять, ну вот, пусть будет от 500 до 1000 метров квадратных в этом объекте, тогда я смогу снять с него максимум. Я могу взять меньше, могу взять 300 метров, 100 метров, 50 метров, но тогда я, конечно, столько никогда не заработаю, но будет меньше. Но если я в этом объекте, вот в этом объекте, там, возьму от 500 до 1000 метров квадратных, вложу в них 1000-1200 долларов, может быть, полторы максимума, ну, скорее всего, 1000-1200, я смогу зарабатывать валовые выручки от 500 до 1000 долларов за миллион. Это проверенные цифры, готов подписаться, готов показать объекты, которые так работают, не только у нас, даже у наших клиентов, не только в Киеве и в Москве, а в городах с населением в сотни почти. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Или давайте, может, мы один перерыв пропустим, потом будет обед, потому что мы как-то выпьем немножко из-за расходы. Очень важный вопрос, чтобы было понятно, даже красным мы будем расставать. Вот мы получили 100 единиц денег. 100 тысяч пусть будет. Вот выручка 100 тысяч составила. Вопрос, какие расходы мы понесем? Аренда. А? Аренда. Первое, самое важное, аренда. Но если мы заработали 100 тысяч, с вашей точки зрения, какой процент или какую сумму рационально можно потратить на аренду? До 20%. Шикарно. Вы знали. Вот, действительно, 20% это, ну, это, пожалуй, не максимум, но это золотая средина. Конечно, хорошо, если 10, хорошо, если 15. плохо, если 25. 20 это вот средина. Если у вас больше 20, больше 25, надо уже думать, что делать. Что делать? Опять же, третий вопрос, мы узнаем, что можно делать. Но 20% это вот реперная точка. Второе, какая статья расходов? Ну, коммуналка плюс аренда шибет. Ну, да, коммуналка там. Зарплаты. Зарплаты. А если нет аренды, как нам если вы вышли коммуналку? Сейчас. Нет, во-первых, нет аренды не бывает. Нет, у нас нет аренды. Смотрите, что такое нет аренды? Вот у вас есть инвестор, он построил некое здание. Он теоретически его может сдать, например, по 10 долларов в метр квадратный месяц. Учитывается, да? Да. Конечно. Вы знаете, если вы придете, скажете, уважаемый, мы будем делать развлекательный центр, аренду платить не будем. Он скажет, стоп, я же его строил, я же деньги вкладывал. Развлекательный центр это вот один бизнес. А построить здание и отбить вложенные деньги это другой бизнес. Нельзя смешивать их. То есть, он скажет, платите внутреннюю аренду. Конечно, не варварскую, конечно, недорогую, но внутренняя аренда всегда учитывается. То есть, ее закладываем 20%. Ну, 20% внутреннюю. например, мы работаем там на Петровке в блокбастере. Там владелец развлекательного центра, он же владелец всего здания, он же владелец развлекательного центра. Ну, что-то все. Здание это одно юрлицо, одни инвестиции, один бизнес. Развлекательный центр другое юрлицо, другие инвестиции, другой бизнес. Они друг другу, платят, этому платят аренду. Просто, ну, поставьте не 20%, поставьте 10%, поставьте не процент, поставьте фиксу какую-то. Но, если вы инвестору, который вложил деньги в строительство здания, скажете, что я вам не буду платить аренду, мы же свои, он, скорее всего, не поймет. даже если это реконструкция, модернизация существующего здания, все равно считаем так. В него деньги вложены, мало того, даже если в него не вложены деньги, его же можно сдать другим. Ну да, учитывайте. Его же можно сдать другим. То есть, какая-то есть рыночная ставка, пусть это 10 долларов, пусть это 15 долларов, пусть это 5 долларов, но она есть. Она всегда есть. Не может не есть. Следующий вопрос. Конечно же, зарплата. Как вы считаете, сколько на зарплату вы можете платить? 5-7%. 5-7%. Еще версии? Я думаю, больше. 20%. 25%. 25%. Ну, 10%. 10%. Ну, вы где-то били по середине, могу сказать, 15%, опять же, это середина, это вот золотая середина. В отдельных случаях может быть 10%, в отдельных случаях может доходить до 20%. Но если сильно выбивается за эти рамки, это уже первый звоночек, что у вас тут происходит не так. Либо вы мало выручки получаете, либо вы много людей на них. В ресторанном бизнесе 60% на 40% вот это работает. 60% расхода, 40% дохода. Если неправильно, то неправильно. Значит, так. Ну, вот. И на макет мы и придем, наверное, да? Конечно. На самом деле, оно все где-то так. Следующая какая статья расходов? Текущий ремонт. Призотека. Я не знаю, что-то новый. Вот. Вот очень важный вопрос призотека. Видно, что человек сталкивается с redemption бизнесом. Наши центры, по крайней мере наши, я говорил, наша модель, которую мы пропагандируем и которую считаем успешной. Мы, позже я скажу, объясню почему, мы вознаграждаем наших посетителей за посещение не только позитивными эмоциями и хорошим настроением, мы их вознаграждаем материально. Все знают правду «Не учите меня жить, помогите материально». Вот мы им материально помогаем. То есть, у нас каждый посетитель хоть уносит с собой что-то физическое. Либо это просто конфетка или шарик, либо значок, какая-то безделушка копеечная, либо это может быть мобильный телефон, ноутбук или телевизор. Такое, что такое. Или кофемашина. Соответственно, у нас это огромная статья расходов. Чтобы было понятно, так как redemption аппараты нам обычно приносят основную львиную долю денег, то у нас средняя цифра расходов на призы, мы это назовем расходы на призы, составляет 15% от в среднем, опять же, от выручки центра. Иногда это 10%, иногда может доходить до 20%, особенно в маленьких форматах. Чем больше формат, тем вот этот процент меньше. А 15% от общей выручки? От общей выручки. От redemption аппаратов это где-то 20-25%. От общей выручки это 15%. Это огромная сумма. И я могу вам сказать, практически ни у одного из наших коллег, которые с нами работают, такой цифры нет. А у них там 5%, ну максимум 10%. Это только у нас. И это работает, да? И тем самым гарантируется возврат тех посетителей, которые платят. Коллега понимает, потому что я потом объясню еще в разделе маркетинга, почему это так важно. Это на самом деле, вот это самая важная цифра для нас. Вот. И есть еще прочие, вот всякие там канцелярские, маркетинговые, ремонтные, прочее, прочее, и прочее, налоги, естественно, оптимизированные. Чем на рекламу тратить, лучше на призы технику тратить. Вы просто рассказывайте то, о чем я буду рассказывать. То есть, это фактически так и есть. Грубо говоря, где 10% это прочее. 10%. Сейчас, сейчас. Ярослав, скажите, пожалуйста, в призы входят стоимость билетов. Билеты очень много денег запирают. у нас билеты с вами впрочем, но у нас в прочем они находятся, не в призотеке. Нет, не в призотеке. Ну, можно туда, туда, но на самом деле у нас не очень много. Но это все зависит от того, как настроен аппарат, понимаете? То есть, можно минимизировать стоимость игрушек в билетах, а можно их выставлять в 200 билетов, стоит кусок пластмассы и, соответственно, 20-30 билетов за одну. Я вам могу сказать, у нас посетители по 2000 билетов, по 4000 билетов выигрывают. То есть, мы не минимизируем. Карты тоже впрочем? Да, вот карты все это впрочем. Итого. Ярослав, можно пока вы итогу не поставите? Вот вы являетесь продавцом игровых автоматов. Мы покупатели, то есть, как бы, конечные их, скажем, эксплуататоры. То есть, нам нужно закладывать стоимость аппаратов, которые выходят из строя, которые мы потом продать не сможем. Если вы работаете с нами, то нет. Если можно, подъясните. Ну, это будет в разделе ротация, но не нужно. Вот здесь точно не нужно. То есть, если покупаете сами, скорее всего, да, нужно. Ну, куда вы их денете? Вы же не можете их потом продать, поменять, отменять, чтобы не пошло, не заработало, мало. Если работаете с нами. Я могу ответить на вопрос Александру. Это минус 30-40%. Сразу тебе. Купил за 10 тысяч, продаж за 6. Вот такие же компании покупают назад за 6. У него купил за 10, продаж за 6. Сам 152 раза так делал. Никто у тебя его за 9500 не заберет назад. 30-40%. Хорошо. Ну, мы об этом будем говорить в разделе ротация. Просто это как раз этот вопрос. В этом плане он минус 40. То есть, если положить миллион, то его миллион назад сразу не заберешь, даже через месяц. Ты уже попал на деньги. Это факт, Ярослав. Факт, что такое насыщенное. Не, ну, человек спросил, есть ли какой-то 30% это минимум, 100% он посчитает в минус. только не движется. На самом деле, давайте все-таки дискуссия так не прерывать. На самом деле, это достаточно субъективный показатель. По крайней мере, в наших контрактах, я не говорю о том, что я сейчас вам буду рассказывать, но в наших контрактах такого нет. Ну, это просто нереально. Но, тем не менее, нам-то нужно закладывать этот процент. но если я через время хочу его поменять, этот аппарат, он работает плохо, я хочу добавить деньги. Но вы же мне его по прайсовой цене не посчитаете? А, а при чем тут прайсовая цена? Вам, вот, например, вы приобрели аппарат, не важно, сколько вы за него зарплатили, сколько-то денег, и он у вас мало зарабатывает. Что вы хотите получить? Вы хотите вместо него получить аппарат, который будет зарабатывать больше. Либо, во-первых, кто-то вам перенастроит его или расскажет, как его настроить, чтобы зарабатывать больше. Или, если это не получается, то вы должны получить другой, который зарабатывает больше. Ну, так, это и можно сделать безплатно, бездарно. Это я вам объясню в разделе аппарата, как это сделать. Ну, то есть, ни копейки не вклад. Ну, может, там логистику опробить достаточно. Но это при условии, если мы подписываемся под вашу сетку. Это если, нет, при условии, если вы работаете с нормальным поставщиком. То есть, я считаю, что поставщик, поставляющий аппарат, значит, тут надо понимать, есть продавцы аппаратов, есть компании, которые делают эффективный бизнес. если вы покупаете аппараты, то, конечно, ну, вам их потом надо думать, куда продать. И правильно сказал коллега, хорошо, если вам получится продать за 60-70% расстроенности. Мы, ну, грубо говоря, скупаем иногда аппараты, когда нам надо, там, какую-то цель заполовину вообще цель. но это не значит, что клиенты, которые мы открывали бизнес, и которые доверили нам подбор оборудования, расстановку и настройку, когда одно из, один из аппаратов не приносит столько, сколько мы обещали, мы его обязаны поменять. И это прописывается в контракте. Это не наше желание или наша добрая воля, потому что нам сегодня так интересно, а завтра будет не интересно. Мы обязаны, потому что нам в контракте написано. Я вас не имел в виду, извините, я имел в виду рыночные отношения, вот как со всеми это происходит сейчас. Это называется не рыночные отношения, это называется вот, ну, продажа, впаривание. Если вы посмотрите, даже цивилизованные поставщики автомобилей осуществляют трейд-ин, но автомобиль просто другая штука, там важно на цена. Нам же не важна цена. Я ниже покажу, потом дальше. Не важно, сколько аппарат стоит, важно, сколько он приносит. Ну, то есть, он может стоить 20 тысяч долларов и быть отличным и прибыльным и окупиться за год. А может стоить 2 тысячи долларов и быть хламом, который не окупится никогда. То есть, не важно, сколько стоит, важно, сколько приносит. И важно, чтобы соблюдались параметры 1000 долларов на метр квадратный. Потому что, конечно, если мы бабахаем там 10 тысяч долларов, метр в квадрат, но это тоже, скорее всего, никогда не получится. Таким образом, итого расходы составляют где-то около 60 процентов в среднем. Вот эта вот часть составляет 50 процентов, то есть аренда, зарплата, призы, плюс 10 процентов прочее, расходы 60 процентов. Иногда ниже, иногда 50 процентов, иногда выше, иногда 70 процентов расходы. Таким образом, наш бизнес способен приносить от 30 до 50 процентов в год. И почему? Потому что сумма выручки валовой соответствует сумме инвестиций. И способен окупаться в течение 2-3 лет. То, что я вам рисовал. То есть средний центр, средний объект окупаются за 2-3 года. Звездные объекты окупаются за год. В примерах, вагоны. Причем в Украине, в Севастополе, в России, там, на Сахарине, в Тверине, есть объекты, которые окупаются за год. Звездные. Звездные, это вот так звезды встали, что, я не знаю. Обычно я знаю, что происходит. Объект попал точно вот в эту точку. Все параметры. Да. А в городе ничего до этого не было. Это первый век в городе. Все сделали, ну вот, все сделали максимально приближенно к правильному. Все правильно никто не делал. Даже я не делал. Я, если делаю на 75-80 процентов правильно, я счастлив. У меня очень много объектов, которые я сделал на 50 процентов так, как должен был сделать. Почему, опять же, тема отдельного разговора. Но, в принципе, вот это вот достаточное попадание. Вот. Вот это вот, ну, похуже. Но я вам скажу, что большинство объектов в Украине, в России работают процентов на 30-40. Вот. Звездные объекты окупаются за год. Что? Возможно, какие-то вопросы. аренда не всегда 20 процентов. Больная тема. Вот. Переходим, собственно говоря, к самому интересному. Ну, вот мы все посчитали. Мы все прикинули. Так, сейчас давайте я...